На монархический проект правящие круги, известно какие, обратили внимание. Обратили это внимание они давно, просто это не было публично и не было известно. Я немножко размышляя и о своем пути в монархическом движении, я монархистом стал в 93-м году или даже в 92-м году, как раз сегодня вспоминали, и первое, в чем я поучаствовал, это мы посетили Новоспасский монастырь, который только-только был передан церкви, полная там была разруха, и нас какой-то попик провел, значит там не знаю как это, подклейт называется, где были захоронения бояр Романовых, это как бы традиционный склеп, Новоспасский монастырь. А потом через много лет, там десятилетий, уже даже там десятилетия полтора, наверное, прошло, я там же был, в этом же самом месте, где все эти надгробия были восстановлены, там монахи молитву свершают, все вроде бы благообразно. А потом, значит, люди мне сказали, ты знаешь, за чей счет эти надгробия там установлены, ну они были разбиты, большевики их раздолбили, и, значит, там кости поразбросали все. Профинансировал это Владимир Гусинский, известный председатель Российского еврейского конгресса, который сейчас живет в Израиле, вот, но тогда он дал деньги на восстановление. То есть такие непростые, прямо скажем, отношения между вот этой публикой и монархическим движением, вот. Второй момент, это вмешательство в монархические круги католиков, которые тихо, мирно здесь проводят свою линию. То есть они все время пытаются повернуть монархическое движение, как бы, вот в сторону экуминизма. То есть, ну, а что монарх, он вообще должен, как бы, окормлять все конфессии, как все народы, так и все конфессии, поэтому пусть православный государь будет и католикам благосклонен и так далее, вот, в эту сторону. Поэтому они, я это, ну, вот, знаю теперь, раньше я об этом не знал, вот, был единственный претендент на российский престол, Мария Владимировна, великая княгиня, да. И только, ну, как вот, монархисты, которые возникли после коммунистического правления, они, ну, к кому они могли присоединиться? Только к тому, кто претендовал на престол. Мария Владимировна официально претендовала на российский престол. И монархисты вокруг нее, там, не столько вокруг нее, сколько вокруг ее представителей, здесь начали скапливаться. Ну, и я там тоже оказался в ряду всех прочих. А потом, когда уже тоже прошли годы, стало понятно, что, вот, Марию Владимировну готовили именно как такого места блюстителя круги католические. Они ее, она жила в Испании, они ее там окружили очень плотненько. И бывшие посткоммунистические спецслужбы, которые полностью блокировали доступ, ну, как бы, вот, есть Мария Владимировна, а где-то там, вот, такой символ монархизма и так далее. Подойти на расстояние диалога практически никому не давали, спецслужбы все обрезали. Вот, и даже когда в 95-м году мне довелось съездить в Мадрид и с Марией Владимировной побеседовать, вот, как раз на расстояние разговора я вышел, я увидел человека абсолютно адекватного, понимающего, что здесь происходит, понимающего, что, значит, олигархи держат страну за горло, понимающего, кто такой Путин. Все прекрасно она понимала, но результат после этого, после всего этого оказался, что она и подчинилась всему. Как только умерла ее мать Леонида Георгиевна, полугрузинка, полуполька, как только она, она еще рождена была и знала порядки дореволюционные, как только ее мать умерла, Мария Владимировна стала уставать и фактически подчинилась вот этому спецслужбистской обработке. Вот, но там оказалась еще одна, еще одна история, которую я выяснил только, только недавно, по законам Российской империи, наследник престола должен объявить себя императором. То есть, если прежний император умирает, то новый император, или если это по женской линии, то императрица, должен объявить о своем статусе. Мария Владимировна этого не сделала. После смерти ее отца, который ей завещал наследование, она не объявила себя императрицей. Почему бы это? Вот мы с друзьями так задумались. А потом мы увидели, что и Владимир Кириллович, и ее отец, он себя тоже не провозгласил императором, хотя его отец провозгласил, Кирилл Владимирович, он первый император в изгнании, он себя провозгласил императором. А сын его, ну бесспорный наследник, не провозгласил. И дочь его себя императором не провозгласила. Что же произошло? Что же произошло? Почему они не последовали законам Российской империи, которые они прекрасно знали, и уже закона престола наследия они знали от и до? Почему они не провозгласили себя императорами? И здесь заковыка возникает, которая связана с российской, русской историей под пятой коммунистического режима. И эта история предполагала, что о монархическом наследии все должны забыть. И если кто-то об этом пытался помнить, то его ждала необычная смерть. Поэтому всякое выпячивание себя как престола наследника было для Владимира Кирилловича, очередного наследника, крайне опасным. А это было, напомним, накануне войны, а потом и после войны. И в дальнейшем его судьба и его миссия должна была быть, как я вот так вот восстанавливаю события, в удержании самого интереса к монархии, к возможному восстановлению монархии в России. Не к тому, чтобы провозглашать себя, а к тому, чтобы хотя бы сохранить интерес, что есть наследники, есть блюстители престола. А ни сам Владимир Кириллович, ни Мария Владимировна в общем не претендовали, потому что знали, что брак Владимира Кирилловича с Леонидой Георгиевной Багратилом-Мухранской не соответствует законам о престолу наследия. А почему все-таки на этот брак пошел Владимир Кириллович, зная прекрасно, что этот брак марганатический? Он готовился к этому браку, потому что иного брака он заключить не мог. Брак состоял в 1948 году, после того, как фактически вся Европа оказалась либо подчиненной коммунистам, либо либералам, англосаксам. Англосаксы традиционно хотели либо перехватить наследование российского престола, либо вообще его обнулить. А с немцами, понятно, послевоенный период никаких браков с немцами заключить было невозможно. Всего обстоятельств. Они все либо разбежались и попрятались, либо находились под подозрением в сотрудничестве с нацистской Германией. Естественно, на уровне тех, кто все-таки мог в эти брачные союзы вступать. То есть фактически это был первый формально азиатский брак, который, видимо, и был заключен с расчетом, что останется только память о престоле, а не законное престол наследия. И дальше промыслительно фактически продержалась вот эта память, формальное наследование легитимное Владимира Кирилловича задержалась до момента его смерти в 1992 году. Затем полномочия не императорские, а главы императорского дома перешли к Марии Владимировне. И она додержалась до момента, когда возник на самом деле настоящий престол наследник. И произошло это в 2013 году, как раз тот самый момент, когда несколько публикаций в прессе были о том, что ни Мария Владимировна, ни ее сын не претендуют на российский престол. То есть они говорили, что наша миссия благотворительная, мы должны просто сохранять память. А восстановление монархии и речи вообще с их стороны и не могло идти. И возникает другая ветвь, на которую все махнули рукой, потому что там все наследники не были православными. Это как чистые немцы, но немцы, у них свой там дом принцев Ленингенских, кто о них будет думать, кто о них будет вспоминать. А оказывается, что вот они смогли исполнить закон о престол наследии. Принц Ленингенский принял православие, принял православное имя Николай Кириллович, а у него второе имя его отца был Кирилл. Он поэтому Кирилловичем стал о себе, принял православное имя Николай. Получился вот Николай Кириллович Романов. Третий. Да, Николай Третий. Ну сейчас это стараются осмеять. Вот какой-то там Николай Третий возник. А это сын старшей сестры Владимира Кирилловича. Бесспорно. Он в Германии живет. Сын старшей сестры. То есть если исчерпывается ветвь по закону о престоле наследия, если исчерпывается мужская ветвь, то есть Владимир Кириллович последний легитимный наследник. Его ветвь исчерпалась. Значит, наследование переходит к старшей сестре. Естественно, вот ее род продолжился. Но ее род вроде до сих пор был католический. Значит, ее сын Карл Эмиха Ленингенский вышел из католичества, принял православие вместе с женой. Они приняли православие, приняли православные имена и тем самым исполнили закон о престоле наследия. И таким образом Николай III возник. Но не в момент, когда он принял православие, а в момент, когда он объявил себя императором. Он это не объявил громогласно. Он выпустил манифест, который в определенных кругах распространился, что он принимает на себя эти полномочия в полном осознании, что эти полномочия к нему пришли. Если бы он не принял, там были другие, там были его двоюродные братья, которые могли вступить в престол наследия, если бы он не вступил. Но они как-то не торопились. Вот он первым вступил. И таким образом на сегодняшний момент есть легитимный наследник. Это не значит, что он будет воцариться. Но его потомки или его родственники могут претендовать на российский престол, когда к этому придет время. Вот ветвь, которую представляет Мария Владимировна, она, можно сказать, закончилась. Оказалось, что выяснилось при подробных исследованиях, что она не имеет полномочий. А вот полномочия, но она продержала монархическую идею, как местоблюститель, как регент, можно сказать. Она удержала эту идею и интерес к ней, интерес к престолу наследию. И в тот момент, когда ее силы на этом поприще окончательно иссякли, возник Николай III и Николай Кириллович. Ну, Николай III может рано его еще называть. Но вот Николай Кириллович Романов, легитимный наследник. И его потомство, или потомство его двоюродных братьев, или потомство его брата и его племянники, вот в этом секторе принца Ленингенский, они наследуют. Так или иначе, между ними там могут быть тоже какие-то конфликтные ситуации. Но, тем не менее, законы о престоле наследия всегда определяют единственного легитимного наследника. В настоящий момент вот есть он легитимный. Дальше кому все это перейдет в этой ветве, мы точно сказать не можем. Но монархическая идея в России может быть поддержана через новую фигуру. И последнее, что хотел сказать об этом, увидел в итогах недели НТВ передачу о монархической партии, которой мы рассказывали уже, и вот она участвовала у нас в русском марше. О ее лидере Бакове был короткий сюжет, но достаточно емкий и такой комичный. Баков это бывший предприниматель, он мог стать олигархом, но почему-то не стал. Был приятелем Чубайса, вот такой политтехнолог, человек, который относится к политике, а может даже к бизнесу в таком игровом плане. И о нем был такой сюжет тоже игровой. И мне такое было у меня впечатление, что как раз в игровом порядке, как будто надсмехаясь над ним, его очень хорошо распропагандировали. Человек покупает остров, оформляет его как территорию Российской империи, будут построить там дворец, будут выдавать паспорта Российской империи, то есть гражданин России, если он присягает на верность продолжению династии Романовых, он может получить паспорт, где будет написано «Гражданин Российской империи» и так далее. То есть это такие потешные полки потенциального монархического движения. При том, что сейчас как раз тоже посмотрел книгу перед выездом сюда, где социологические данные были о приверженности традиционным ценностям, то есть как люди себя позиционируют. Традиционалисты в России сегодня, просто традиционалисты, 30%, а еще консервативные традиционалисты еще 8%, а монархисты это еще 5-7%. То есть в сумме получается под половину людей определяют себя как сторонников консервативных ценностей. А это прямой путь к осознанию того, что монархия была не случайна, и она теоретически может, пока еще не практична, теоретически может вернуться. То есть запрос на какой-то новый проект, который не связан ни с либералами, ни с коммунистами, ни с реставрационными какими-то проектами, а с возвращением к родной Российской империи, может состояться. Именно поэтому и спецслужбы, и какие-нибудь там еврейские конгрессы, и разные бизнесмены начинают лепиться уже заранее к этому возможному проекту, а мы к нему тоже примыкаем каким-то образом, и мы оказываемся в этой достаточно непростой игре, где разные интриги, разные странные личности появляются, появляются попытки дискредитации, опять, как у нас и в нашей партии, это было, засылки провокаторов, засылки людей, которые попробуют все это дело переложить под себя, какими-нибудь там, или с помощью денег, или с помощью каких-то интриг. То есть вот хотел бы как раз и своей, заканчивая уже окончательно, донести вот эту информацию о том, что проект работает, его пока не видно, он имеет основания как в самосознании народа, так и в тех интригах, которые будут продолжать плести враги нашего Отечества, и которые мы в своей воле и своими усилиями можем как-то пресечь, и не допустить уж полного отказа нашего народа от всего своего прошлого, как пытаются там отказаться, например, сталинисты, что кроме Сталина вообще никакого лидера не было, или путинисты, которые говорят, что кроме Путина вся история нас не интересует, нам бы вот лишь бы похлебка была, и счастье от того, что нас начальство не прижимает. Вот в 90-е годы, это где-то там середина 90-х была, мне довелось, это вот очень важный момент, мне довелось ездить на встречу с делегациями в одном таком белом Мерседесе с неким таком Николаем Третьим. Николай Третьим, да. Был такой, я помню. Да, был такой Николай. Весь в орденах такой, да. И в орденах он был... И генерал-полковничий погоной. Да, он то появлялся в форме генерал-полковника, так, от инфотерии, скажем, да, то вдруг там коперангом каким-то с ним возникал, или адмиралом, или вице-адмиралом. Так вот, что интересно, это, ну, конечно, это был самозванец, этот человек в свое время возглавлял, ну, был хозяйственником в консерватории. Его супруга представлялась не иначе, как Пушкина-Мусина, или Мусина-Пушкина. Причем эти два персонажа венчались на царство. Венчались на царство. И об этом фильм есть цветной. В церкви, вот я затрудняюсь сказать, где именно. Я свидетелем непосредственно там. Но не в Успенском соборе же, да? Ну, нет, не в Успенском, да. Поэтому это уже и на царство. Вот я и говорю. На царство можно в Успенском соборе применить. Нет, тем не менее. Это было представлено, как... Я помню это даже. Это было представлено, как венчанин. Ну, маскарадка. Ну, маскарадка, короче. Ну, не случайно. То есть кто-то это заказал и проплатил. И какой-то батюшка там тоже был. Не случайно. Это был такой цветной фильм. После чего, я говорю, он там перемещался вот на этом унитоле. Он арендовал этот белый Мерседес. Но выглядел в свое время очень представительным. А потом его, насколько мне известно, пригласили в ФСБ и сказали, ну, сказали, вы, видимо, хотите сменить конституционный строй. После чего он свои вот эти попытки самозваные прекратил. Фамилия его Дальский. Фамилия его Дальский. Свои попытки прекратил. И вскоре, значит, скончался от какого-то заболевания. То есть вот, когда мы... Сейчас какая ситуация складывается? Заговаривают о монархическом устройстве. Россия – это не первый раз. И не второй, и не третий. Это было в середине девяностых. И вот этот вопрос тоже связан с захоронением уже останков царских. Все это хорошо знают. Так что это уже не первый раз тема поднимается. А ситуация такова, что говорить о монархическом устройстве России не только настало время. Оно уже было давно. Оно уже давно настало. Но, вот что важный момент, где здесь кроется такой подводный камень, да? Где тут рифа. Говорить о персонали их преждевременно. О персонали их преждевременно. Вот здесь, потому что опять, почему преждевременно? Появится целая, так сказать, плеяда очередных тушинских ворот. Наряду с Николаем Третьим, он себя называл то местоблюстителем престола российского, то Николаем Третьим. Наряду с Николаем Третьим появился и Павел Второй был. Совсем такой, так сказать, персонаж. Ну, как говорят, прошу прощения, у него крыша уехала одна, а так, труба торчала. Так вот, вот эти, так сказать, тушинские воры, они просто волной плывут. Их будет очень много. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что о персоналиях говорить преждевременно. А о монархическом устройстве России самое время. Ну, не то, чтобы самое время. Конечно, этим заинтересуются. Вот вы говорите, католики и силы враждебной России прежде всего заинтересуются. И, конечно, пытаются своего ставленника поставить. И уже одно время, вот в те 90-е годы, они среди морпехов Соединенных Штатов Америки нашли тоже законного наследника престола. Когда они ему предложили таковым себя заявить, не стать, а заявить хотя бы, он отказался от этого и сказал, что его вот эта ситуация совершенно не интересует. У нас есть специалист высшего класса, это Евгений Алексеев. Он у нас в нашем кругу выступал. Видеоролики на моем видеоканале выставлены. То есть он в подробностях знает всю схему. Ну, например, как вы думаете, сколько человек могут теоретически, не практически, а теоретически претендовать на российский престол? Вот если не этот, то этот. Если не этот, то этот вот в какую цепочку выставить. Почти 200 человек учтено. Это неполный перечень. Почти 200 человек. Даже подзагали. Ну, там много. Пятисотые. Пятисотые не знаю, но вот я знаю там примерно 190 человек. Вот. И Евгений Алексеев книгу выпустил об этом. Все абсолютно генеалогические схемы. Там, древо одной ветви, другой, третьей и так далее. Все это построено. Все документы подняты. Кто может, кто не может. Где марганатические браки. Где там, в каком состоянии находится та или иная ветвь. Когда, при каких условиях она может претендовать и так далее. То есть все изучено досконально. Эта книга в прошлом году вышла. Я тоже ее там комментировал. Здесь нет сомнений. То есть, ну вот у меня я все это изучил. Не я являюсь автором исследования. Но я все это изучил. Меня все это убедило абсолютно. Что легитимный наследник есть. А кто будет царем, естественно, за Господа Бога решать не надо. Потому что люди рождаются, умирают. Какая-то ветвь отсыхает, переходит к другой ветви. Вот сейчас ветвь ленингенская является носителем этих прав на престол. Какие-то там сумасшедшие будут всегда появляться, будут объявляться. И сейчас это тоже есть. А я, Рюрикович, говорит, кто-нибудь. С какой стати ты, Рюрикович? Рюриковичи не имеют права на престол, потому что они, Рюриковичи, они уже в настолько далеком родстве от русских царей, что говорить о их претензиях на престол не приходится. Тем более, что есть клятва 1613 года наших предков, которые сказали все, что отныне и до века династия Романовых. Династия Романовых определяется по законам престола наследия. Поэтому был принц Ленингенский, принял православие. Его жена приняла православие, православное имя. И все, он теперь Романов. Его фамилия Романов. И мы, как русские люди, должны помнить о клятии 1613 года, которое сохранило, по сути дела, государственность. И 300 лет Российской империи были годами возрастания России из региональной державы в мировую. А с потенциальными наследниками, кто-то говорил, как они, выражаются? Сейчас, я за чем. Ну вот я тоже положу. Нет, если человек объявил себя императором, то, наверное, он понимает, о чем идет речь. Но еще добавлю, что ему, он долго сомневался, ему направлена была подробная записка о его правах. Она была переведена на немецкий язык, чтобы у него не было сомнений. Эта записка им прочитана. И благодарность через переводчика выражена. И сказано, что он теперь более глубоко понимает ту ответственность, которая на нем лежит. А разные самозванцы, которые рассчитывают на то, что люди не знают о том, что есть законы о престол наследии, что Рюрикович никаких прав не имеет, что после марганатического брака ветвь полностью отсыхает, она никогда не может вернуться. И никакие там ни Шереметьевы, ни какие-нибудь Нарышкины, если они только сохранились, не имеют никаких ровных счетов никаких прав. Но люди просто не знают. Они реагируют на вот этих самозванцев. Не случайно появляется фильм «Матильда». Человека настроили, который уже много неплохих фильмов сделал. Чтобы он сделал фильм о Николае Втором, ну как о обычном человеке, который ходит к женщине с таким, мягко говоря, легкого поведения, постельные сцены. Вот для вас он святой, а для нас это обычный человек. Ну такой же, как мы. Блудил, так же, как мы блудим. И уровень его нравственности был вот такой же. То есть его репутация как идеального семьянина, который вместе с семьей вошел на Голгофу и погиб, это все должно быть перекрещено. Всякая православная нравственность, ничего подобного не было и не могло быть. И все это убирается. Я не знаю, как там все это снято, но я уверен, что именно эта идея полной дискредитации и династии, и дореволюционной России заложена в этот фильм «Матильда». И то, что там против него выступают православные, они заранее чувствуют, откуда ветер дует. И замечу, что ведь не случайно главой госкомиссии по царским останкам был Борис Немцов. Но какое отношение стопроцентный еврей может иметь к останкам православного государя? Они туда еще подтянули, если помните, Виктора Аксючица как-то, ну это же монархист, да? Вот не знаю, еврей ли Аксючиц или нет, но этот человек абсолютно был наивный в области криминалистики, антропологии и так далее. Его вот радовало внешний интерес к теме, что это публикации какие-то идут, официальные действия, генетическая экспертиза почему-то в Лондоне, потом она японцами была опровергнута. Там приводят, я читал эту книжку, мне Аксючица ее подарил, как бы итоги работы госкомиссии. Там, значит, восстановлены черепа, которые нашли там, значит, под Екатеринбургом. Якобы вот наложили их на изображение Николая Второго, его дочерей. Ну смотрите, как подходит. А любой антрополог или криминалист сказал бы, ну как вы вообще определили, все лицевые кости раздроблены. Как вы определили, по контуру черепа, так он у нас у всех, вот эта верхняя часть до глаз, у нас у всех одинаковая. Просто мы как европеоиды, я сам с этим столкнулся, вот был такой у меня опыт. У нас у всех одинаковая, вот верхняя часть черепной коробки устроена одинаково. Так, естественно, Абрис у всех совпадет. Еврей Данцов такой был полковником милиции, который очень активно это внедрял с черепами. Да, что вроде, да, ну что, все восстановили, но все раздроблены были кости, все раздроблены. Без лицевых частей костей восстановить внешность невозможно. И вот в расчете на этих наивных людей, которые откроют красивые картиночки, вот Николай II наложение изображения на потенциальный череп, смотрите, как хорошо совпадает, какая точность, а какая точность нужна. Ну, наивный человек же не знает, какая точность нужна. Вот, и в каких случаях можно признавать идентификацию. И то же самое с генетической экспертизой. Ну, кто ее видел, как она проводилась, какие образцы, как, по каким методикам. И лондонская лаборатория подтвердила. А потом, когда уже все определили, все забыли, компания прошла, а потом у японцев оказались эти экземпляры того же самого генетического материала. Они опровергли какое-либо родство с романовыми вот тех костей, костных останков, которые там в этой ганиной яме были найдены. Вот, почему все это происходит, почему на наших глазах? Николай II остается политической фигурой. И его дискредитация – это фундаментальная задача врагов России. Чтобы вся наша история была оплевана, наплевать в душу всем, кто эту историю ценит и хочет ее сохранить, и хочет возрождение России. Наплевать в душу, все дискредитировать, новому поколению сказать, да чего там Николай II, какой там святой, такой же, как и мы, грешник был, и убили его там наравне со всеми, чего его выпячивать. И что говорить о Российской империи, там, жуткое средневековье, мракобесие и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это превращается в такой клубок мерзости, который вот нам на голову как раз к столетию большевистской революции и опрокидывал. А вот Дина Куро рассказал о том, как финансировано, что делал фильм. Миллион долларов вынес в чемодане учителя из Кремля. Вот так вот. Может, Кремля из администрации написано? А есть написано, да. А вы перескажите просто, я не в курсе. Ну, подробность не знаю, Налимов, на самом деле, у себя опубликовал. Да, это есть. Ссылки есть на новости, это официально на разных новостях. То есть заказ из Кремля из администрации на это написано? И, кстати, что касается режиссера и учителя, Алексея Ефимовича, его отец, Ефим, учитель, известный режиссер, он официально из многодетной, ортодоксальной еврейской семьи из Болтавии. А матери ничего нету, то есть там как-то. А вот если прокурору Поклонскую попросить о, так сказать, правовом и юридическом сопровождении вот этой темы, она же монархистка? Ну, она такая наивная монархистка. Ну, она же наивная, ну, зачем пустышка совсем? Она уже просила проверить на экстремизм людей, которые выступают против фильма «Матильда». Вот прочитал два дня. Нет, не против, она против. Сначала она сначала те, кто за, а Матильда сейчас кто против. Вот я прочитал. Да, потому что уже объяснили ей, что съедини, рыпися, вот и все. Там есть в интернете группа очень многочисленная, там, несколько десятков человек, и они призвали там жечь кинотеатры, которые будут показывать этот фильм. И была официальная жалоба, по-моему, в прокуратуру, и там, следственная проверка и так далее. Но под это дело сейчас будет всех, я так понимаю, кто выступает против этого фильма. А группа совсем маленькая. Депутат Государственной Думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что попросила Центр МВД по противодействию экстремизму проверить действия активистов, которые направляли в кинотеатры письма с угрозами и требованиями отказаться от проката фильма Алексея Учителя Матильда. Поклонская просит провести проверку на предмет существования такого движения и на предмет наличия в таких призывах, если они были признаков и состава правонарушения уголовного или административного. В ролике «Дождя» Поклонская не упоминает название организации, но, как сообщает телеканал, речь идет о группе под названием «Христианское государство, Святая Русь». Необходимо уточнить, это не православное движение, заявила депутат. Я удивился, что не Поклонская. Она уже в обратную сторону. Я почему говорю, продолжая эту тему, старец Николай Гурьянов, Царство Небесное, он говорил в свое время, он, по-моему, почил не так давно, лет 10 назад, что останков царской семьи нет и их никто не найдет. И искать их не надо. Это вот его слова, он святой Бог, человек Николай Гурьянов. И поэтому вот это то, что выдается за останки, по-моему, там ничего этого нет. Эти сатанисты, которые совершили этот вандализм, который убийствовал государя со всеми, конечно же, они сделали все, чтобы никогда никто их не нашел. Возможно, их вообще там истерли в порошок, и это однозначно. И потом, чему мы удивляемся, тому, что сейчас происходит. Заказ вот этой мерзости, как Матильда, на Николая Александровича, государя святого. Это все идет правильно. То есть сатана скачет. Опять же, Николай Гурьянов говорил, что бесы даже слышать не хотят имя государя. Все, что касается государя, восстановления монархии, самодержавия, они слышать этого не могут. Звезды продолжают гореть над башнями Кремля. Выродок лежит до сих пор, мумия лежит на Красной площади. А что, какие же, о чем мы говорим? Это все идет клоунаду. Это все ложь и потоки лжи, и все это бутафолия. Нам бы вот в селки эти не попасть. Ни в коем случае. Расставляются. Да, расставляются. То есть нас будут убеждать, что нынешний режим продолжает монархию, продолжает Российскую империю, продолжает вообще все периоды России. Государь, новый русский государь будет, во-первых, указан Богом, Господом. Наши предки, наши предки, мы олили, постились три недели. Три недели в 613 году. Вот, накануне выбора, да, государя. Вот, и дальше Господом, и опять же он будет избран на земском соборе. На земском соборе, представителем, призван, да, призван представителем всей земли русской. Не назначением искремления, назначением каких-то людей, или там этих денег, деньгами, нет. Это действительно будет помазанник Божий. Аверю было сказано, да, что будет государь из, как бы, рода Романовых и новый русский царь. Вот, поэтому все это, святые просто так не говорят, святые говорят от Бога. Вот, мне кажется, это основное для нас должно быть. А помните, как Хазанов принес корону, дочударя, и хотел нагло, и Путин, это он гнусно скажет. Ну, если, да. Ну, оно же тоже не случайно. Да, это все задумано было, да? Это не наивность, да? Да, это задумано было. Хазанов принес корону, императорскую такую, и хотел нагло водить. Бутафорскую, хотел Путину водить на голову. А Путин его опередил, и ему нагло водил. Да. Когда власть понимает, что у нее проблемы с легитимностью, то она прибегает, естественно, к теме монархии. Вот, где-то неделю назад в одном из крупнейших сообществ ВКонтакте, в монархическом было голосование, много было там претендентов, первое место занял Жириновский, как монархист года, который несколько лет назад выступил с предложением избирать монарха на 10 лет, и первым на этот пост предложил Путина. Вот, вот этот человек занял первое место, как монархист года, в одном из крупнейших сообществ ВКонтакте. Ну, кстати, возвращаясь на тему Поклонской, тут есть еще две противоречивые и интересные информации. Они заключаются в следующее. Она обратилась в генпрокуратуру с требованием проверить фильм Матильда на предмет того, что есть ли там какие-то порочащие царя или их святых какие-то сцены. Вот, и с другой стороны, Алексей Учитель обратился с заявлением в генпрокуратуру тоже с просьбой оградить коллектив фильма Матильда от клеветы со стороны депутата Поклонской. То есть, здесь новость о том, что она просит проверить вот эти письма с тем, что будут сжечь театры, она, вот как я считаю, с одной точки зрения справедлива, ну, то есть, в правовом государстве сжечь театры, ну, это немножко дикость. И здесь можно будет согласиться с этим, да? Ну, мы будем спорить об этом долго, да, юридически, что считать правовым, что не считать, да? Но на данный момент у нас такая действительность. Вот, и в мирное время сжечь театры это дикость, я считаю. А с другой стороны, проверить фильм все-таки необходимо. Если она делает действия по поводу... Кто ее будет проверять, эти заказчики из Кремля? Илья, вот деньги дали кремлевской администрации, написано уже статья. Она наивная девочка, приехавшая из Крыма. Она думает, что что-то она может изменить. Ничего ей кто не даст. Пусть пытается. Тема о монархии уже начинает идти, но на достаточно высоком уровне. Если госзнак поменял, ну, в смысле, вот эти вот, на рубле поменяли Орел, который поднял крылья, и у него сверху корона. Казалось бы, детали. Я считаю, что при нынешнем политическом режиме никакого монархии быть в принципе не будет. Они хотят быть продолжателями монархии и объявить себя, себя наследниками Ильгерии. Они могут кого угодно назначать сейчас. Вот Гурбангулы Берды Мухаммедов на третий раз, на 7 лет, или сколько там президентом, по-моему, вот избрали. 97% из него голосовал. Чего избрали? Ну, он мог себе сказать 100% из него голосовал президентом Таджикистана. Туркмени. Да, Туркмени, да. Ну и что дальше? То есть, прогласить себя царем, это, ну, невозможно. Монархическое сознание людей не примет это. Это персоналия их говорить преждевременно. Очень преждевременно. Конечно, нет. Но об этом не говорим. Просто я говорю, нынешняя правящая группа, она не может провозгласить монархию. Ее нельзя провозгласить. Монархия-то как бы этого вверх идет. Зачем вам монархия? Они ее хотят дискредитировать всячески. Для того, чтобы поднять себя, надо монархию дискредитировать. И построить ситуацию так, что они самые легитимные. То есть, эти самозванцы, которые от самозванцев и наследуют, и от них и происходят. Они хотят всячески унизить предшествующие исторические периоды и себя выдать за соль русской земли. Вот для этого им нужно имитировать самим монархию, возбудить в народе монархические настроения, но не в отношении Российской империи, а в отношении их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова